А-а-а! Наконец-то ожидается что-то новое, что-то новое в жизни, несмотря на то, что Новый год был уже давно. Но тебя поздравляет мужская часть коллектива, которая в этот день с тобой дежурит, бригады скорой помощи, если мужской состав приезжает, тоже безусловно поздравления. Поздравления на формате работы роддома никак не отражаются. Все-таки ответственность высокая. Тем более многие мамы, как говорят врачи, хотели бы родить 8 марта. Но тут уж как получится. По подсчетам врачей второго роддома за последние годы в этот день появилось около 150 мальчиков на почти 90 девочек. Для женщин, мы говорим, это всегда праздник и выходной день для вашего малыша. Отличается 8 марта в роддоме тем, что новоиспеченные папы стремятся еще грандиознее поздравить своих дам. Здесь чего только под окнами не видели. А вот здание неподалеку, Краевой клинической больницы скорой помощи, тоже могут рассказать и о лепестках роз, и о танцах, посвященных пациенткам. Сюда поступают все первоочередники с обострениями и травмами. Как и от младенцев, от них ни на шаг не отойти. Татьяна Удовиченко, хирург с 20-летним стажем, говорит, что работать 8 марта врачам тяжелее. Как раз от того, что другим легче. Да, много в праздниках, конечно, пациентов в алкогольном опьянении. Вот поэтому мы так предполагаем, что 8 марта в состоянии алкогольного опьянения пациентов будет больше. Нагрузка на врачей увеличивается однозначно. В любые праздники нагрузка увеличивается, ну, процентов, наверное, на 30-40. Это всегда так было. Ну, куда ж еще больше весны. Праздника добавляет поздравления коллег-мужчин. Кстати, Татьяне, вероятно, проще других. Она 8 марта, как и сегодня, будет на смене вместе с мужем. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком.